Ягодный сезон во Владимирских лесах в самом разгаре. На поиски свежих ягод выбираются все от мала до велика. Чем гуще чаще, тем больше урожай. Согласно легенде, в лесу заблудились двое молодых людей. После того, как в Центр управления в кризисных ситуациях поступил сигнал, начинает формироваться группировка сил и средств для спасения. Осложняется ситуация тем, что конкретно на этот участок трудно попасть, размыло дороги. Несмотря на это, группировка будет здесь уже через 20 минут после обработки вызова. Тревожный звонок. Главное, что должны сделать родственники и близкие пропавшего в первую очередь. Не просто позвонить, а сообщить всю имеющуюся информацию. Куда собирался, что надел и были ли с собой средства связи. Люди совершенно здоровы. Тем не менее, не выходили на связь, имея при этом сотовые телефоны более четырех часов. В группировке спасатели, полицейские и лесничие. Последние уникальные информаторы, которые знают о лесе все. Этот участок по их карте разделен на квадраты, выделы. Поочередно по ним и будут проводиться поиски. С запада у нас дорога идет, соединяется Шерманиха, на Лунево идет. Это западная сторона деревенки. Так, с правой стороны, там река Клязьма далеко. Поэтому, как отыскать народ, потерявшийся, тут очень просто. О том, что такое потеряться в лесу и звать на помощь спецслужбы, знает Анна Сергеевна. Пенсионерка живет в Бухлово и часто выбирается в лес. Однажды потерялась, плутала три часа, но смогла самостоятельно найти дорогу. Теперь она более осторожна. Я вообще лесной человек. Живу на даче, все время я в лесу. Ягоды, грибы, все мое. Вот около дороги хожу поблизости, и все. А далеко уйду, я точно не выйду. По статистике, чаще всего блуждают именно пенсионеры и дети. Участковые полицейские прочесывают квадрат за квадратом. Но им чаще приходится выезжать на криминальные пропажи. А еще участковые проводят профилактику с теми, кто в зоне риска. Такие ситуации у нас были. Мужчина ночь провел в лесу, с утра очнулся, увидел тропиночку, вышел по тропинке в первый населенный пункт, уже рассказал о том, что он потерялся, он не знает, куда идти. И уже, соответственно, нам в МВД России по городу Владимир поступило сообщение, откуда мы направили, забрали этого мужчину, довезли его до родственников, с ними провели работу. Поиски не только с земли, но и с воздуха. Сотрудник спецчасти руководит работой беспилотника. Он не только показывает территорию сверху, но и помогает координировать работу спасателей. Летает не хаотично, а по двум траекториям. Летательный аппарат описывает путь в виде спирали, непосредственно акцентируясь на центре проведения поисковых работ в определенном квадрате. Либо от границы до границы квадрата проведения поисковых работ, параллельно перемещаясь. Пока никаких результатов. Параллельно работает кинологический расчет. Собака-спасатель в областной аварийно-спасательной службе пока что только одна. Пес подал голос. Человек найден. Служебные собаки незаменимы при поисковых работах на местности. Я обучен по поиску людей в лесу, на завалах, в разрушенных зданиях. Участвовали в аттестационных соревнованиях в декабре. Атестовались, прошли аттестацию в Ногинске, проходила в декабре прошлого года. Это собака одного хозяина, можно так сказать. То есть никого не принимает, кроме меня. Выясняется, пострадавший в лесу не может самостоятельно передвигаться. Получил травму. Тогда на помощь выдвигаются спасатели. Нашли одного пострадавшего, нужна помощь в геносилке. Принял, выдвигаемся. Спасательная операция заняла меньше 20 минут. Участие в ней приняли 10 человек и 4 единицы техники. Участвовать в настоящих операциях по поиску грибников в этом году спасателям еще не приходилось. Силовики напоминают, берите с собой в лес средства связи, а еще обязательно еду и воду. Неизвестно, сколько придется ждать помощи, но она обязательно придет. Светлана Барашкова, Алексей Ковалев, Телеканал Вариант.